Сегодня я хочу поговорить не об инвестициях, а совсем о другом. Ну, потому что, наверное, инвестиции мало кого интересуют. Сегодня я хочу отметить следующую дату. Вчера исполнилось 90 лет со дня рождения Михаила Сергеевича Горбачева. И он сейчас жив. И к нему очень неоднозначное отношение. Я хочу рассказать, какое отношение у меня к Горбачеву. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Многие сейчас обвиняют Горбачева. Говорят, что вот он там, значит, развалил такую страну, развалил социалистическую систему, страна была сильная и так далее. Ну, давайте вспомним немножечко предысторию, которая привела к появлению Горбачева и почему он вообще появился в нашей стране. И я вспоминаю, я родился в 1963 году, в 1964 пришел, назначили генеральным секретарем ЦК КПСС Брежнева. И всю свою сознательную жизнь, вот я закончил школу, Брежнев был, и Брежнев умер только, когда я был уже на втором или на третьем курсе уже института. И что это было? Это был, ну, полный мрак, ребята. Это был полный мрак со страной, что сделали коммунисты. Смотрите, они совсем вот застарели, так сказать, это был застой полнейший, болото. И, ну, включаешь телевизор, о том, на встрече присутствовали генеральный секретар ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета Леонид Ильич Брежнев. Кроме того, значит, были товарищи, там, члены Политбюро Долгих, там, Громыко Долгих, Капитонов Катушев, я помню, вот, и так далее, и так далее, и так далее. Скукотища полнейшая, полнейший застой. И экономика, что было с экономикой тогда? Госплан был с экономикой. Плановая система экономики. Что это такое? Ну, у нас говорили, что, вот, когда мы учились в школе, что плановая система экономики самая лучшая, потому что здесь все сбалансировано, все можно предусмотреть. И поэтому государство-то точно знает, сколько нужно трусов пошить для населения, сколько маек вот этих вот, да, вот, помните, да, вот эти майки, сколько обуви пошить, сколько чего должно стоить. И цены, был такой госком цен, цены никуда не могли шелохнуться, то есть, если мы что-то производим, то там цену, никто не может звинтить цену, все было шикарно. Вот, ну, по крайней мере, так было задумано. Но при этом, значит, смотрите, когда план, неважно, какие трусы вы пошьете, поэтому, значит, семейные трусы, вот эти майки идиотские совершенно. Значит, мы смотрели, ну, как бы за рубежом, как бы импортные товары, они всегда были такие яркие, красивые и качественные. А наши, а зачем, сказать, там сказано выпустить, там, значит, столько-то польт. Вот, и такое пальто, значит, такое стандартное, на любого наденешь, сказать, хоть на пугало огородное, оно все примерно так и выглядело. Ну, обувь. Вот это вообще, ребята, обувь, это была жуть. Ну, посмотрите фильм «Стиляги», ну, там вот эта вот обувь, она стоит, вот они все. Значит, смотрите, дело в том, что мы занимались тем, что мы боролись за мир во всем мире и так далее, поэтому у нас все было направлено на армию. Ну, и обувь для гражданских шили, по-моему, на тех же заводах, что и для солдат. То есть, кирзовые какие-то ботинки, которые вообще невозможно, это как колодки, туда втыкаешь ногу, а она, блин, не лезет туда, потому что они не гнутся вообще. То есть, ну, это невозможно просто ходить в них, эти ватники несчастные, потому что ватники, ну, для зоны шили, ватники для ГУЛАГа, вот эти, потому что что там, ну, как бы отходы от хлопка туда прострочили. Прострочили, все, они там кисли и так далее. Ну, это невозможно было, вот такая экономика. Еще один момент, значит, при Брежневе, что я помню, это пьянство. Пьянство было тотальным, я в сельской местности жил просто, такое впечатление, что спаивали народ, понимаете, просто спаивали. Я искренне верил, то есть, я когда вот где-то в пятом классе решил заняться бизнесом, то есть, ну, как бы какой-то бизнес в пятом классе может быть. Я решил, что я буду собирать бутылки. И вы знаете, где я собирался собирать бутылки? Мне пришла блестящая идея. Я говорю, слушай, ну, кто пьет больше всех водки? Естественно, водители. А водители ездят на машине за рулем. Он когда едет, он пьет свою водку и выбрасывает в окошко. Поэтому я сказал своему другу, слушай, давай будем, значит, на велосипеде ехать вдоль дороги и собирать там бутылки. Их там должно быть немерено, потому что, ну, куда же водители будут выбрасывать водку? Почему я так решил? Потому что я ни разу не видел трезвого водителя вот в те времена, понимаете? Ну, это вот невозможно поверить, но это так. То есть, пьянство было тотальным у нас в деревне. То есть, это как бы там, сказать, там под забором вечно кто-то валялся, значит, там и так далее. И вот это вот был социализм. Никто, ничего не работал, значит. Еще одна поговорка была, значит, это самое. Ну, там, ну, поговорки разные были. Там, ну, чего тянуть резину по рублю и к магазину, потому что 3,62 стоила водка, поэтому, значит, по рублю скинулись, там, на троих всегда ее пили. Вот. Еще, так сказать, закон Ома, что не нужно на работе пригодиться дома. То есть, с работы тащили все подряд, потому что все вокруг колхозное, все вокруг мое. И вот такое вот общество было. А при Брежневе еще, ну, как бы, вот это вот... Ну, вот так вот жили мы. Вот. И Брежнев в свои последние годы, ну, старый совсем, ну, вот совсем старый. И понятно, что, ну, что его менять, потому что, ну, как бы, давайте уже подождем, помрет уже дедушка сам, и что-то уже тогда, может быть, начнем менять. После Брежнева пришел Андропов назначили. Андропов был ФСБшник, КГБшник. И он решил, что нашей стране нужна дисциплина и порядок. Значит, он попытался ее ввести, но он был смертельно болен. Там, по-моему, что-то год отработал. И все. И после Андропова пришел Черненко. И он такой же, блин, второй Брежнев. Я когда увидел... Чего? Вот, ну, короче говоря, слава богу, ну, страшно говорить, конечно, такие вещи, но Черненко тоже год где-то просидел, и все. И было понятно, что страна разваливается, что гонку вооружений мы проиграли. В стране ничего не производится. Завод для того, чтобы какую-то вот, ну, что-то для людей, чтобы сделать, да, например. Оно надо, так сказать, там, все же через бюджет, все планируется. Поэтому кому надо выделываться, что-то делать хорошо? Да не надо это никому хорошо делать. И, значит, чем хуже ты делаешь вещь, тем ее проще сделать. Там, типа, ну, для галочки, там, отписал, выпущено там 200 тысяч пар обуви. Ну, и что, значит, какая разница какой обуви? Там главное количество было. Вот такая страна. Там, и было понятно, да, и что можно по такой цене сделать, потому что цена фиксирована, так сказать, об экономике речи вообще не шло, потому что, ну, неважно, сколько кто произвел, потому что зарплату-то все будут получать по-любому. Вот, потому что была уравнивка, зарплата платилась из бюджета, и никто не понимал, почему, значит, почему за ботинки надо еще и платить, потому что, ну, за такое платить, в общем-то, не надо. Вот такая страна. И, ну, было понятно, что надо что-то делать с этим, и было даже примерно понятно, что надо делать. Вот, ну, и было понятно, что нужен энергичный человек, и такой человек нашелся, это был Михаил Сергеевич Горбачев. Вот в такую страну он пришел, и что он мог сделать? Значит, смотрите, он говорит, нужно внедрять экономические методы хозяйствования. С чего он начал? Помните, да? Вот, если кто не помнит, я скажу. Он начал с... Сейчас. Хозрасчет. Каждое предприятие должно, так сказать, быть на хозрасчете. Значит, там мы должны внедрять какие-то экономические методы, там, так сказать, какие-то потоки считать денежные, потому что, ну, нужен хозрасчет, повсеместный хозрасчет между всеми. И все такие, чё? Вот, он говорит, хозрасчет нужен. Вот, потом, значит, качество никакое, вообще отвратительное качество. Он говорит, надо ввести на всех предприятиях госприемку. И, значит, он начинает госприемку, чтобы некачественный товар не прошел. Как некачественный товар не пройдет, если эта госприемка дурацкая? Нам весь план портят, а мы должны выполнять план. И чё, значит, там, как бы, какая госприемка нахрен? Госприемка же из своих же состоит. Ну, короче говоря, ну, когда уже касалось военной техники, там, ну, госприемка была какая-то, а здесь для гражданской техники ничего не было. Потом он смотрит, говорит, слушайте, ну, блин, надо с этим что-то делать. Надо, значит, с пьянством бороться. Он, значит, говорит, ну, пьянство нас замучило, надо с пьянством заканчивать. Все-таки есть. Вот, и начинают вводить сухой закон, значит, там. Алкоголь продается с двух до четырех, значит, там бешеные очереди. Вы видели, значит, Россия, которую мы потеряли, значит, там вот это вот. Я их видел, друзья мои, эти очереди за водкой. Я там не стоял никогда, я не употреблял, я был студентом тогда. Это было нечто, это было страшно. Это металлические загоны такие для людей, потому что, ну, как для скота, понимаете? Потому что там ломали их, значит, там люди теряли вообще человеческое лицо, человеческое достоинство. Вот люди дрались за эту водку, чтобы вытащить ее, потому что, ну, я не знаю, я смотрел на это с каким-то ужасом. Вот, и к чему это привело? Ну, во-первых, повырубили все виноградники, виноделие, загасили полностью, и комсомольские свадьбы были такие безалкогольные, вот. Пытались как-то по телевизору это рекламировать, но появилось огромное число токсикоманов, нюхачи. То есть они стали нюхать клей БФ, который тогда еще можно было купить совершенно спокойно. Это одна из вещей, которые, ну, продавались. Клей БФ смели с магазинов и начали нюхать эти, вот они там, пакет полиэтиленовый. Если никто не помнит, вот было такое, пакет полиэтиленовый, туда, значит, клей БФ или там какой-то хрень, и, значит, они, вот, вот такие люди. Вот, вот что было. И тогда Горбачев, значит, ввел, что еще? Он говорит, нужна нам гласность и так далее. Ну, гласность это уже, понимаете, ну, то есть обсуждение, что же нам нужно делать. Ну, люди, вот, поделитесь, помогите. Вот, это был просто вот призыв. На самом деле, ну, он пытался поменять страну. И было понятно, что, вот, как наполнить полки товаров, полки в магазинах товарами. Было понятно, что надо что-то делать, надо отпускать цены. Но на это решиться очень сложно, конечно, было, потому что было непонятно. Ну, было очевидно, что это будет шок, но цены Горбачев не решился отпустить. Вот, и что еще было при Горбачеве? Совершенно неслыханная вещь для коммуниста. Именно Горбачев ввел, ну, хотя бы хоть какую-то частную собственность, и кооперативы он разрешил при... Ну, кооператив что такое? Это бизнес. Ребята, это бизнес, за который при коммунистах сажали в тюрьму. Он говорит, надо разрешить частную собственность и кооперативы. Ну, слыхано ли дело, когда любой человек может купить, например, грузовик и перевозить на этом грузовике какие-то грузы, и за это брать деньги, и все это будет законно, а за это раньше, ну, сажали до этого. Вы можете себе представить, что вот вы не имеете права купить газели, не имеете права перевозить грузы, а если кто-то покупает, например, диван, то сам тащи, как хочешь, не будет там частников возле магазина. Вот, или там на строительном рынке заказать что-то. Сейчас, пожалуйста, газель тебе подвозить. Не было такого. Вот, потому что не было газели и не было частных грузовиков. То есть Горбачев разрешил вот все это, и, ну, он понимал, что надо что-то делать, надо что-то менять. Возможно, он где-то и ошибался, но перед ним стояла колоссальная задача изменить вот этот порядок. Он не зря говорил, что нужна перестройка, новое мышление, как он говорил, но это действительно нужно было перестроить сознание. Это невозможно, это нереально, это очень-очень сложно, и он взялся за это дело. И, да, страна открылась, мы могли уже ездить. Я при Горбачеве начал ездить за границу, там, ну, возить товары, там челноки всякие были и так далее, потому что, ну, надо было как-то выживать, надо было зарабатывать. И я очень хорошо помню день, когда, ну, вот это вот ГКЧП случилось и так далее. Я узнал о том, что у нас попытка коммунистического переворота как раз через границу выезжаем. Значит, там, вы знаете, колеса меняют, за рубежом более узкая колея. И, значит, в момент, вот когда нас подняли на вагоне, значит, там, что там, ЧОП, вот, и мы высовываемся. Ну, как там Родина, как там у нас что, Украина? Ну, это было что-то часа два ночи, а кто-то там оттуда с улицы говорит, а у нас коммунистический переворот, Горбачев арестован, значит, в Форосе, и все, ребята, куда вы едете? Вот, это был шок, конечно, и это была правда, что было потом. Ну, потом был, значит, ГКЧП не удалось, значит, там взятие стрельба из танков по Белому дому, это тоже страшно. Вот, но и в результате пришел Ельцин. Ельцин, который, ну, а Ельцин пришел, кстати. Ельцин был бывший коммунист, и он все это перевернул. То есть, смотрите, смена власти с коммунистов, она не может быть. То есть, народ поддерживал, народ хотел весь перемен, народ был за перемены, и обвиняли Горбачева в том, что он недостаточно решительный. Вот в чем обвиняли тогда Горбачева. Что он недостаточно решительный, что мы хотим, ну, как бы, более решительных мер. И вот пришел Ельцин, который как раз был более решительный, чем Горбачев. Вот, и Ельцин тогда были, ну, значит, решали, как нам реорганизовать экономику, как построить новую экономику, потому что старая рухнула, она просто была нежизнеспособна. Вот, и, значит, там, Явлинский со своей программой 500 дней и Гайдар, значит, который сказал, что нужно не 500 дней, а можно все это дело сделать за 3 месяца, за 90 дней. Ну, и победила концепция Гайдара, вы знаете, и Гайдаровские реформы с резким отпусканием цен и запуском совершенно безумной инфляции, которая... которая просто, ну, поставила точки над «и». То есть люди говорят, что в результате инфляции все сбережения людей исчезли, они вымылись, то есть они обесценились в Сбербанке. Но на самом деле этих сбережений уже не было, потому что еще при коммунистах эти сбережения просто грубо совершенно забрало государство и спустило их куда-то по своим нуждам, потому что Сбербанк был государственной банкой, поэтому если вы положили деньги в Сбербанк, значит, вы отдали их государству, а государство было не жизнеспособно. Вот, ну, это уже другая история. Вот, а про Горбачева скажу вот так, что я считаю, что этот человек крайне смелый был. То есть вот такое заварить, такое завалить на себя, это надо быть, на это надо быть просто героем на самом деле. Вот, и он это сделал, он начал этот процесс, начал процесс либерализации, перестройки. Он пытался ввести, ну, какую-то демократию, гласность и так далее. И я считаю, что он сыграл, ну, безусловно, он сыграл ключевую роль в нашей истории, конечно же. Я считаю, что эта роль была положительна. И что бы я на его месте сделал, я бы не торопился с демократией. Я бы железной рукой вводил капитализм. Ну, история не знает сослагательного наклонения, естественно. То есть я считаю, что там нужен был Пиночет, а не Горбачев. Ну, как бы здесь уже дело другое, это дискуссионное дело. Но в нашей стране, с нашим сознанием, с тем коллективным, которое было, это было жуть. А вот то, что сейчас происходит, очень похоже на брежневские времена. Очень похоже. У нас власть стареет, и у нас наблюдается полный застой в экономике. Мы уже не развиваемся в течение 10 лет. Деньги, которые мы получаем, куда-то профукиваются, куда-то тратятся, распихиваются по карманам. И уже становится понятно, что надо что-то менять, а что менять, непонятно. И люди говорят, что давайте вспомним, что было при Ельцине в 90-е годы. И мы не хотим этого. Но на самом деле мы очень-очень прямиком идем в 90-е. Когда кругом все разборки решались, тогда не по закону, а по справедливости, как бы, могли грабить. Ну, грабили бандиты. Сейчас бандиты эти у власти, на самом деле. То есть те, кто были бандитами, они ушли в чопы всякие, а потом в силовики какие-то. То есть это совершенно легально. Можно было с народом поступать как хочешь. Главная задача у них сейчас – это бизнес на самом деле. Это бизнес. То есть как бы я отношусь сейчас к силовикам как к бизнес-структуре, которая задача просто разуть людей. Ну, это уже другая история. И сейчас опять же возникает ситуация, когда надо что-то делать, надо что-то менять. Людям впаривают, что менять ничего не надо, что Путин единственный наш защитник. Но боюсь, что после того, как власть сменится и по телевизору расскажут правду, люди будут говорить, блин, ну нам же этого не говорили, мы же этого не знали, мы же верили. А мозги включать нам не надо. Ну, вот таким образом. Смотрите, Брежнев был в течение, сколько там, 20 лет правил страной. Путин уже 20 лет правит страной. И, в общем-то, ситуация повторяется. И снова, сколько она еще будет продолжаться, я не знаю, но как-то все становится опять грустно и застойно. Пахнет болотом. Что вы думаете по поводу Горбачева? Какова его роль? Готовы ли вы его поздравить? Если готовы, напишите. Поздравьте его. Если не готовы, напишите, как вы относитесь. Ну, я очень сильно подозреваю, что очень много, я уже читал там всякие опросы, отрицательно относятся к Горбачеву. Почему? Давайте поспорим. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. До встречи.